В Казани прошла конференция «Цифровизация и право», одним из организаторов которой стал Казанский федеральный университет. Нам удалось подняться более чем на 100 позиций. Казанский университет вместе с РУСФОНДом помогает больным детям. Рука распаляется раз в месяц, поэтому нормальная жизнь, жизнь не может полноценной. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Арина Нечитай-Люк. 8 сентября президент Республики Татарстан Рустам Мениханов озвучил послание Государственному совету РТ. Затронув тему развития сферы образования, президент заострил внимание на важности создания комфортных условий для каждого ребенка во время обучения, независимо от его места жительства. Из насущных проблем Рустам Мениханов выделил цифровую безопасность учащихся, а также нехватку педагогических кадров. Лишь треть выпускников идет работать по специальности. В конце президент Республики Татарстан отметил заслуги стубальников, а также победителей Всероссийской Олимпиады школьников. Хочу отметить наших талантных школьников, победителей и призеров Всероссийских Олимпиад. Яна Бильданова, Ульяна Короткина, Артема Краскова и наших выпускников стубальников, которые сегодня являются студентами Казанского федерального университета. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров вошел в топ-3 рейтинга упоминаемости в СМИ и ректоров российских вузов. Ректор Казанского университета разместился на второй позиции. В Казани на протяжении двух дней проходит Всероссийская научно-практическая конференция цифровизации права. Местом проведения мероприятия стал учебно-методический центр ФАС России. Подробнее в нашем следующем сюжете. Среди ключевых тем мероприятий – вопросы развития российского законодательства в цифровую эпоху, а также проблемы цифровизации государственных услуг. Конференция началась с приветственного слова Сергея Пузыревского, статс-секретаря заместителя руководителя ФАС России. Он выразил искреннюю благодарность приглашенным спикерам и участникам форума, а также передал слово заместителю премьер-министра республики Татарстан Митхату Шаги Ахметову. Сегодняшняя конференция наряду со старшей традиционной казанской цифровой недели «Казан Дритл Вик» является мероприятием с участием профессионалов, определяющих самую актуальную повестку дня в области цифрового права. От имени Казанского федерального университета по поручению ректора Ильшата Гафурова поприветствовал участников конференции и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин. Он упомянул, что КФУ также активно занимается исследованиями в сфере цифровизации. Сегодня авторитетным независимым международным агентством Times Higher Education опубликованы результаты предметного рейтинга по направлению компьютерной науки, который по сути является интегрированным критерием цифровой зрелости. Нам удалось подняться более чем на 100 позиций и занять первое место в Привожском федеральном округе в этом направлении. Расширяется доступ к новым, ограниченным и уникальным благам. Многократно увеличиваются возможности. Поэтому проблематика Всероссийской научно-практической конференции цифровизации и права приобретает крайне высокую актуальность и интерес. Надежда Мещерякова, Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. Стартовала заявочная кампания ежегодной премии «Студент года» Республики Татарстан. Успейте подать заявку до 4 ноября. В зале Попсовета Казанского федерального университета прошел третий в этом году общественный семинар экспертного института социальных исследований на тему баланс полномочий и ответственности органов государственной власти в современной России. Новые возможности конституционной системы. На общественном семинаре присутствовали представители из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя и других привожских городов. С приветственным словом от имени ректора и Казанского университета выступил проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Очень надеюсь, что вы проведете здесь достаточно плодотворные дискуссии, получите новые впечатления как об университете, так и о той тематике, которая сегодня будет обсуждаться. Родятся новые идеи, родятся, возможно, новые проекты совместные. И чтобы все это можно было воплотить в жизнь. Информационную и методическую поддержку мероприятию оказывает Российское общество политологов. Семинар посвящен одной из важнейших тем, связанных с конституционными поправками, внесением изменений в Конституции России 2020 года. В частности, на семинаре будут обсуждаться вопросы изменения баланса полномочий органов власти, изменения параметров функционирования властной системы в целом. То есть это такая важная, серьезная тема, связанная с тем, как за год после внесения изменений в Конституцию совершенствуется, развивается российское законодательство, политическая система. На круглом столе в онлайн и офлайн формате выступали юристы, политологи, социологи, которые делились своими идеями и предложениями. Мероприятие проводится для того, чтобы посредством дискуссии определить, в каком направлении нужно двигаться для дальнейшего совершенствования работы экспертного совета. Основная задача – это, конечно, представление рекомендаций лицам, принимающим решения, центры принятия решений со стороны экспертного научного сообщества. Цикл семинаров экспертного института социальных исследований будет продолжаться до конца года. Энджимини Баева, Фарид Захидоглы, Универтньюз. В КФУ стартовал кубок по мини-футболу среди мужских команд. Игры турнира проходят по средам и воскресеньям. В эту среду прошел первый матч, победу в котором одержал Институт геологии и нефтегазовых технологий. Игры 1-8 финала можно будет посмотреть в прямом эфире в наших социальных сетях уже в это воскресенье. Кубок университета по мини-футболу – это одно из флагмановских мероприятий Казанского федерального университета. Мы уже совместно со спортклубом, с казанскими илубарцами проводим его четвертый год подряд в новом формате, когда все матчи, абсолютно все, начиная в этом году с 1-16 финала и до финала проводятся в прямом эфире. Наш телеканал это, естественно, транслирует. В Казанском университете в самом разгаре фестиваль «День первокурсника». Свои конкурсные программы уже представили четыре института. Следующие на очереди – Химический институт и Институт международных отношений. Казанский федеральный университет и благотворительная организация «Русфонд» продолжают сотрудничество по реабилитации тяжелобольных детей. В этот раз в помощи нуждается четырехлетний Егор Яшин, у которого врожденный порог развития лимфатической системы. О том, как помочь Егору, узнаете далее. Давай, наверное, сли хоть круг какой-нибудь. Ну, давай. Здесь. Красиво, да? Красиво. Получается. Получается красиво. Впервые о болезни Егора его мама узнала на 25-26 неделе беременности. Тогда врачи поставили под вопросом лифангиому – порог развития лимфатической системы. И направили в детскую республиканскую клиническую больницу. Там диагноз подтвердили и начали наблюдение. Собрали консилиум из врачей. Они решали, оберабельно будет лифангиому или нет. Сказали, что будет оберабельно, можете рожать. После того, как я родила, к сожалению, нам в Казани помочь не смогли. Мы улетели в Москву. У нас там прооперировал врач. Операция шла 9 часов. В общей сложности, если собрать все его операции, с удалением пальчиков, с коррекцией шва. В общем, он пробыл под наркозом 14 часов. У Егора сложный врожденный порог развития лимфатической системы – лимфодема. В данный момент сохраняются нарушения и со стороны лимфатической системы, и опорно-двигательного аппарата. По словам врача, мальчику необходима комплексная реабилитационная программа, так как заболевание хроническое, и оно прогрессирует. И вот эта программа, которую мы разработали, разработали на целый год, она позволит нам привести в порядок его, скажем так, состояние лимфатической системы, состояние кожных покровов. С ним будет работать наша команда, которая занимается лимфатическими отеками. Кроме этого, с ним будет работать энерго-реабилитация, лингвисты будут работать, психолог, педиатр. Несмотря на болезнь, Егор по праву боец. Перенеся такие серьезные операции, он продолжает оставаться оптимистом и мечтает стать таксистом. Рука воспаляется раз в месяц примерно, поэтому нормальной жизни он жить не может полноценной. Рука болит, он спать, поворачивается не может, она опухает, краснеет, твердеет, ему от этого больно встаем. Поэтому нам очень нужна реабилитация. Чтобы дать шанс на полноценную жизнь, Егору необходимо собрать 914 994 рубля. Помочь ему можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Более крупную сумму можно перечислить на официальном сайте rostvon.ru. Операция позволит стабилизировать процесс заболевания, что поможет полноценно расти и развиваться. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Арина Нечитайлюк. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!